слава иисусу христу сегодня воскресенье знаете почему назван таким днем почему он выходной день его отмечают воскресенье ну кто кто воскрес то так точно вот это и отмечается уже идет уже на протяжении двух тысяч лет он и пророк он и господь второе лицо троицы то есть вы сразу его уже ограничили тоже а то что он один то никто и не спорят но он-то открыл себя в трех лицах он говорит что он отец есть сын и святой дух то что он себе открыл это в писаниях написано еще до того как ваше писание появилось до еще вас а вы пришли говорите такого нету этого нету так вы почитайте писание который был до вас их и сверьте свое писание и скажите тогда как одно полностью я могу десятки назвать десятки из писания нашего инжил евангелие от иоанна 1030 я и отец одно он говорит я и отец одно потом следующее читаем евангелие от иоанна 1 1 1 в начале было слово слово было у бога и слова было бог иисус христос назван словом он говорит был у бога и он был бог дальше был уже уже был до у бога и он и был бог вот так и написано то есть был это значит его никто не создавал его никто не рожал он не его его никто не нет я могу больше еще и дальше идти нет я просто говорю о том что он бог я такие привожу я могу еще много из писания провести если вам надо допустим христос сущий над всем бог написано нашем писании сущий над всем откуда вы никуда это не денете бог явился во плоти 1 тимофея 316 бог явился во плоти передайте пожалуйста это плохо слышу плохо слышу пусть этот подойдет пусть подойдет пожалуйста потому что я плохо слышу вот там плохо слышно мне ну или вы передайте его слова какую а почему тогда он говорит он сам сказал идите все по всему миру и проповедуйте евангелие по всему миру это чё один народ он сам сказал так в писании идите по всему миру он сказал я пришел не пачек ковцам израилевым не пачек то есть вначале он идет к ковцам а потом он идет для всего народа почему это для всего мира почему его ограничивать это откуда вы взяли ограничения такие если такого нету но вы бы смогли сказать только из вашей книги из вашей но ваша книга на 600 лет позже нашей пошла поэтому какой для нас для нас может быть авторитет книга которая позже на 600 лет и отрицает все наше какое никакого авторитета для нас это нет хотя я хотя я вас уважаю потому что новые верующие люди молитесь намаз намаз самое лучшее что у вас и вот я считаю одно из самых лучших что есть мужики пять раз в сутки собирают ну и собираются всегда читают ради бога намаз это вообще великая вещь я отрицаю вопрос я задам тебе вот в библии есть такое чтобы иисус иисус говорил чтобы ему поклонялись именно ему да есть конечно прям именно за словом так что поклоняйтесь мне и никому другому нет он говорил свой как отцу так и мне он говорил как отцу так и мне сейчас скажу сейчас иоанна все говорю иоанна евангелия туана 523 он говорит дабы все чтили сына как чтут отца кто не чтит сына тот не чтит и отца пославшего его то есть как ты чти с отца то есть бога как ты чтишь и он также должен чтить сына также не наравне никакого также 6 я вам пришел 523 евангелия туана найдите у вас есть библия почитайте 523 иоанна 523 запишите а еще смотрите запишите и иоанна 1030 где 1030 он говорит иисус говорит я и отец одно одно я и отец одно вот это я наше писание цитирую нет ты знаешь что это может быть там вообще смысл может быть вообще другом заключается может быть ты тоже ты как ты понимаешь ну ладно ладно я все понял понял я просто в совокупности же много мест знаю допустим римлян 95 христ написано христос сущий над всем бог что это мне куда это деть когда говорят сущий над всем бог я чё делаю выкину куда-то что ли мы у вас в коране вашем коране 5 сура 49 66 и 68 яд говорит а то а нас христианах и иудеев шум и люди писания там для написано мы люди писания аллах послал им жил для них и таурат и если бы они по ними жили он говорит то они бы типа спаслись вот что такое там написано ну вот мы и живем по 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 то здесь таурат и инжил за все вот поэтому мы и живем собственно говоря там вас написано правильно что мы люди писания я вот писание вам и цитирую а какое писание было шестом веке вот это и было писание это эти манускрипты они найдены все того того времени то есть мы поэтому мы не можем потому что у нас написано верующий в сына имеет жизнь вечную евангелия 236 они верующие в сына не увидят жизни но гнев божий пребывает на нем или написано ибо нет другого имени под небом как иисус христос которым бы надлежало бы нам спастись 6 евангелия туван этот деяние 412 я куда дену мне хоть кто придет скажет но я не могу я это верю потому что это писание написано а потом пришел человек и говорит все это неправда он просто пророк его не не это не распинали он не воскресал мы я со всем уважением не могу это принять потому что у нас написано по-другому вот только так а вот смотрите вот у меня да есть коран вот я вычитаю с переводом комментарием кулиева кулиев да вот перевод кулиев вы поэтому я никогда ваше писание не трогаю в плане его не топчу ну то есть не опровергаю я только вот если встречаюсь мусульманами рассказывать о нашем писании о нашем а мне допустим рассказывают о своем вот вы мы как бы делимся друг другом чтобы мы знали а то у нас православные всякой бреда мусульманах узнают вранье всякое говорят и также мусульмане а христианах всякой неправду говорят не то как написано у нас и вот чтобы люди знали четко какая вот вот но вот есть христианство вот как они верят на основе на основании чего они верят также чтобы я знал как вы верите вот я читаю чтобы я знал это опровергать нет никогда не буду зачем нет надо я просто говорю что наше писание говорит о том что все что пойдет позже отвергайте там прям написано если горд ангел с неба или кто-то горит еще будет проповедовать не то что мы проповедуем да будет анафема то есть под проклятием будете ну то есть нельзя это принимать поэтому у нас как бы предупредили что все кто после нас придет будет отвергнуть нельзя принимать и от нас требует что мы приняли мы приняли вашего пророка невозможно потому что тогда надо будет писание выкинуть наши она не у вас там интересно у вас тоже и ибрагим допустим по корану а у нас это авраам в библии написано там ну и все много много а мариам иисус иса но это разные все потому что там разные описание хотя как бы об одном и том же говорится ну вот смотрите вот вот у меня этот учитель мой он четко разбирал весь коран и библию сравнение не критикуя просто сравнивал и нашел 5200 с лишним расскажет 5200 с лишним расхождений 5200 вот к примеру смотрите у вас разрешены четыре жены 4 если колым за него будешь платить у тебя 4 разрешено а у нас если у тебя одна жена есть и ты посмотрел на женщину какую-то с вожделением уже ты прелюбодей развратник тебя уже в церковь не запустят если у тебя хоть две жены ты уже к церкви не подойдешь никогда тебе не взял запрещено будет в него входить даже развратник последний будешь то есть она вещь какая разница или к примеру у вас допустим если кто-то принял был мусульманин и решил принять другую веру вы обязаны его убить потому что он предатель аллаха прошу этот прощение что если это ты слова применяю у вас по по вашему писанию а у нас у нас вообще такого у нас мы только можем плакать и молиться о нем у нас написано гневущийся на брата уже есть человек убийц вот я разгневался для бога я уже убийца все нету ничего вот то есть видите какая разница это большая у вас дано право убивать а у нас давно право умирать за христа то есть мы рады умереть когда нас убьют за за нашего бога нас убьют но мы никого не убьем нам нельзя это что священники сейчас кропят оружие там да благословляют это они не по библии поступает библия запрещает это делать христос запретил оружие оружие брать запретил в руки мы мирные это нормально ну вот смотрите то что в самой церкви внутри продаются свечи это сам иисус христос запретил иисус христос он выгнал всех продающих и покупающих это преступление которое не совершается но то что при свечи имеют цену ее же она должна иметь какую-то цену она должна продаваться в нет вне церкви вне церкви ну это правильно говорят что не должна она продаваться в церкви внутри она не должна продаваться потому что там мать для молитвы это все а это вот это при это все грехи наши вот грехи нас православных это наши грехи и много много у нас грехов много у нас самое главное есть спаситель иисус христос который умер за наши грехи если мы к нему обращаемся видите в том и разница наших с вашими религиями то что вы в это не верите что есть спаситель который берег твой твой грех на себя взял на и на кресте умер а мы в это верим и мы поэтому верим что грех с нас снял иисус христос и мы покаялись изменили свою жизнь вот вот этом вся разница вот если взять суть разницы религии это именно в этом нет спорить вообще не надо мы мимо мирная спорить не вот как спорить никогда не будем ну ладно мы засвидетельствовали да вы заходите у нас большой ресурс есть в интернете в интернете в ю тубе 44 миллиона просмотров там заходите у нас мы вер мы верующие православном деревне строится хотя бы увидите как верующие настоящий христе у нас допустим женщины вот у меня жена и все покрыты головы абсолютно как хиджабе мужчины все только с бородами потому что так по библии написано в библии написано так а те кто так не делают это поэтому поэтому заходите у нас вот канал в ю тубе называется во свете библии очень вам будет интересно посмотреть просто хотя бы как верующие живут там много с мусульманами хорошие отношения всегда там и они заходят потому что они они смотрят на на женщин да и говорят это год наши ну ладно запишите во свете библии во свете библии в ю тубе зайдите там очень вам понравится